Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию очень важную тему, на самом деле тему для серьезного размышления, и хочется нашей сегодняшней беседой подвигнуть вас, тех, кто пожелает, кто интересуется, кто серьезно относится к духовной жизни и к догматике в первую очередь, подвигнуть вас, чтобы вы задумались и в светоотеческих толкованиях поискали глубокий ответ на этот вопрос. Вопрос какой? Сущность первородного греха. Что такое первородный грех? Еще святой блаженный Августин, епископ Ипонийский, один из выдающихся святых отцов, живший в IV начале V века, он говорил такие слова. «Нет ничего более известного в православной церкви, чем учение о первородном грехе, и в то же время нет ничего более таинственного, чем учение о первородном грехе». Святой апостол Павел в послании к римлянам говорит те слова, которые как бы приближают нас к пониманию вот этой тайны. Что такое первородный грех? Какую мы несем за него ответственность? Как он может переходить во всех нас от нашего право отца Адама? В послании к римлянам, в 5 главе, 12 стих читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». И 18 стих той же 5 главы говорит. «Посему, как преступлением одного человека осуждение, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многими». Здесь говорит святой апостол Павел о Христе. Что же это такое первородный грех? В чем его сущность? Конечно, в самых различных трудах, религовических, богословских, на эту тему есть очень много разных трактовок этого глубокого и очень важного антологического богословского понятия. Чаще всего вам, наверняка, дорогие друзья, если вы интересовались православной догматикой, читали на эту тему, наверняка вам попадались в первую очередь определения первородного греха, где дается акцент на тленность человеческого естества и смертность. То есть на все то, что является сопутствующими атрибутами первородного греха, но и не является ответом на вопрос, что есть первородный грех. Естественно, это удопреклонность воли ко греху, омрачение ума, болезненность и смертность тела, и, наконец, телесная смерть являются следствиями, неотъемлемыми и законными следствиями первородного греха. Но это нельзя сводить само понятие первородного греха именно к этим следствиям, потому что все святые отцы церкви, которые задумывались над этими глубокими словами святого апостола Павла, все они говорят о вот этом наследуемом нами глубоком повреждении всегда с духовно отрицательных терминах. Вот смотрите, дорогие друзья, просто тленность и болезненность человеческой природы, о нем мы никогда не говорим в негативном смысле. Иными словами, вот стол или стул, если он поломан, это не значит, что этот стол или стул, если он поломан, он не может выполнять свои функции, это не значит, что он нравственно плох, что он обязательно зол. Равно как, вот смотрите, условно говоря, если одна, один из наших членов, рука, одна болеет, а вторая не болеет, это не значит, что та, которая болеет, она нравственно хуже той, которая не болеет. То есть болезненность, тленность не является греховным по своей природе. А все святые отцы церкви, которые в своих произведениях очень глубоко, очень проникали, пытались понять своим богословским умом суть вот этого главного преступления, которое совершили наши правоц, и которое мы все наследуем от них, все они говорили в духовно-негативных определениях о грехе Адама, о именно той греховности, которая поселилась во всех людях в результате грехопадения наших правоц. Вот еще раз возвращаю ваше внимание к этим словам апостола. «Посему как одним человеком грех вошел в мир». В мир вошел посредством одного человека грех, и грехом смерть. То есть смерть — это оброка греха, это следствие самого греха. А причина греха совершенно в ином — это в нарушении воли Божьей. Амортия — греческое слово, которое обозначается то, что совершили наши правоц Адама и Ева. Амортия — то есть греховность, нарушение воли Божьей. Как вот эта греховность может перейти во всех нас? Почему все мы рождаемся уже, как пишет святой апостол Павел, по природе чадами гнева Божия? Вот, например, рождается младенец, маленький ребенок, который еще не совершил никаких личных грехов. Почему он является уже чадом гнева Божия по определению? Потому что он носит внутри себя вот это семя тли, вот эту внутреннюю порочность, этот первородный грех. И почему таинство крещения совершается истинно во исцелении его души и в прощении грехов? Этот вопрос, так или иначе, богословская мысль всегда задавалась еще с самых первых веков христианства. Зачем крестить детей, если они не совершили личных грехов? Почему именно таинство крещения совершается над ними именно во исцелении души и в прощении грехов? Зачитаю вам, дорогие друзья, что говорит об этом 124 правило Карфагенского собора. Карфагенский собор, который был в 419 году и который как бы подвел некий итог богословского осмысления того факта, что дети принимают таинство крещения истинно в прощении грехов. Это правило звучит следующим образом. Определено также, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей или говорит, что хотя они и крещаются во отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего, что надлежало бы омыть баню и паки бытия, из чего следовало бы, что образ крещения во отпущении грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот добудет анафема. Ибо реченный апостолам и единым человеком грех в мир в ниде и грехом смерть, и так как смерть во вся человеке в ниде, в нем бы все согрешише. Вот уже упоминаемая нами цитата из послания 100 апостола Павла Кремлина, 5 глава, 12 стих. «Подобает, разумеете, не инакова, разве как разумела кафолическая церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо по всему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собой соделовать еще не могущие, крещаются истинного отпущения грехов, да через паки рождения, паки рождения, то есть новое рождение, а чистится в них то, что они заняли от ветхого рождения». Смотрите, здесь говорит это авторитетное церковное правило о том, что действительно младенцы, которые личных грехов не соделали, но они очищаются от того, что произошло в результате адамового преступления. Одно из самых глубоких объяснений, в чем состоит сущность первородного греха, почему так важно об этом знать, находим в творениях преподобного Макария Великого в его духовных беседах. Предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, его высказывания, и очень надеюсь, что кто сейчас послушает, поглубже заинтересуется этим глубоким богословским вопросом. Преподобный Макарий Великий проводит глубокую связь между грехом и глубоким внутренним повреждением человеческого естества. Он говорит, что сатана, силы и князи тьмы, со времени преступления заповеди воссели в сердце, в уме и в теле адамова, как на своем престоле. То есть со времени того, когда наши правоцы нарушили волю Божию, когда Ева послушала змея и своему мужу Адаму тоже предложила вкусить от древа познание добра и зла, когда они волю Божию нарушили, то в этот момент произошла глубокая нравственная катастрофа. В этот момент сатана, силы и князи тьмы, со времени преступления воссели в уме и в сердце адамов. Все остальное, на что обращает внимание так или иначе богословская наука, тление, смертность, болезнь, удобопреклонность к греху, это уже есть следствие того, что сатана воссел в уме и в сердце адамов, как на своем престоле. Следующее очень важное место из беседы преподобного Макария Великого, как раз раскрывающей нам суть произошедшего. «Как скоро Адам приступил в заповедь, змий, вошедший, стал властелином дома. Он при душе, как некая другая душа. А Господь говорит, всякий, кто не отвергнется с себя самого и не вознавидит душу свою немой ученик. Ибо грех, вошедший в душу, стал ее членом. Он прилепился даже к телесному человеку. И в сердце струятся многоразличные нечистые помыслы». Всегда говоря о грехе первородном, все святые отцы церкви, не только преподобные Макарий Великий, говорят о грехе как о некой динамической, как бы некой живой силе, которая оказалась внутри человеческого естества. «Благодать Божия покинула наших правоцов, а внутрь, как на трон, как на престол, воссел падший дух». В еще более сильных выражениях пишет в следующем, в своем пятнадцатой беседе преподобный Макарий. «Весь видимый мир, от царей и до нищих, весь в смятении, в нестроении, в борьбе, никто не знает тому причины, то есть этого явного зла, превзошедшего в следствии Адамового прислушания». «В средстве Адамового прислушания в это вожало смерти, потому что превшедший грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял всякое зло, и он тайно действует на внутреннего человека, на ум, и борется с ним помыслами». То есть о грехе первородном преподобный Макарий говорит не как о его следствиях, то есть болезненность, тленность, смертность и так далее, а говорит как о некой живой динамичной силе, которая превзошла в естество Адама и села, и господствует, и поражает теперь всего внутреннего человека. Еще раз повторю, как некая сила и сущность сатаны воссела в уме и сердце Адама. Вот в следующем своем слове преподобный Макарий пишет следующее. «Но как приступивший заповедь Адам принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившийся от него весь род Адамов по преемству стал причастником он и закваски». И при постепенном преуспении и возрастании до того уже умножились люди греховные страсти, что простерлись они до прелюбодеяний, непотребств, и до услужений, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороком. «Как и Адамову роду невозможно было бы до такой степени совратиться в порок и лукавство, если бы не вошла в него предварительно закваска порока, то есть грех, это какая-то умная мысленная сила сатаны». Вот то, что греческим термином у святых отцов названо словом «амартия», именно грех, некая умная сила сатаны, умная, сознательная сила сатаны вошла в естество Адама. И вот так как вот эта закваска страстей, которая в нем поселилась, весь род Адама теперь, как его потомки, мы теперь внесем в себе в результате такого страстного зачатия рождения, внесем в себе вот это семя тли. И, кстати, вот в вечерних молитвах мы читаем, и всем нам хорошо знакомы эти слова, «якое семя тли во мне есть». Здесь и подразумевается вот эта внутренняя динамичная сила сатаны, которая воссела в естестве Адама. Очень простую достаточно аналогию можно привести для вашего, дорогие друзья, понимания. Представьте себе где-нибудь в какой-то пекарне, где делают тесто, готовят тесто для того, чтобы печь хлеб или булочки, и вот стоят многочисленные формы, куда будет закладываться тесто. И вот если тесто в самом первом сосуде будет отравлено, то есть туда будет внесена новая закваска, закваска ядовитая, которая заквасит все вот это тесто, то сколько бы мы формочек не заполнили этим уже отравленным, изнутри, сквашенным, ядовитой вот этой смесью, сколько бы мы этих формочек не заполнили, все они, так как они из одного теста, Все, сколько бы их до бесконечности продлить, все они будут нести в себе вот это внутреннее семя тли. Вот эту закваску порока, амортия, грех, некую умную мысленную силу сатаны. Вот эта мысленная сила, которая является таким богоборческим началом внутри человека. Именно от этого Господь и пришел освободить человека. Как святой апостол Иоанн Богослов говорит, для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому нельзя, дорогие друзья, строго с богословской, с пиатоэтической точки зрения, сводить понятие первородного греха только лишь к его следствиям, таким как тленность, естества, болезненность, усталость, все эти прочие естественные немощи и телесная смерть, которые не являются сущностью первородного греха, а являются его следствием. И вот почему уже процитированное нами ранее из 124 правила Карфагенского собора и говорит, что младенцы крещаются истинно во оставление грехов. Личных грехов у них еще нет. Маленький ребенок, там, допустим, 40 дней или 8, на 8 день иногда бывает, крестят младенца. Личных грехов, личного преступления воли Божьей он еще не совершил, но он несет в себе вот эту внутреннюю закваску порока от наших правоцов. И поэтому он в купе рекрещения освобождается от нее. И поэтому ребенок истинно во оставление своих грехов принимает таинство крещения. Объяснение того, что происходит в таинстве крещения, дал один из великих отцов древности, живший в пятом веке, блаженный диадох фатикийский. Он дал четкое, наглядное, как бы богословское такое осмысление того, почему даже после таинства крещения в нас остаются последствия первородного греха, такие как усталость, болезненность тела, тление и телесная смерть. Это же для всех нас известно. Мы и после таинства крещения, мы, крещенные люди, мы тоже телесно умрем, и рано или поздно все пройдем через врата смерти. Но мы избавлены от внутреннего источника зловредных страстей, от этого, от сатаны, который воссел в уме и сердце Адама, как на своем престоле, как сказал преподобный Макарий Великий. И вот блаженный диадох фатикийский приводит такую очень яркую аналогию, подобно тому, как вот город, некий город. Вот представьте себе, дорогие друзья, вы же, наверное, в художественных фильмах видели вот древние города, окруженные там высокой крепостной стеной. Если город взят штурмом каким-то варварами, каким-то неприятелем, который город разрушил и всех жителей поработил, люди находятся в состоянии порабощения от жестокого тирана. Если приходит добрый господин, добрый царь, более могущественный, чем этот тиран, и, войдя в этот город, изгоняет оттуда тирана, и после этого начинается восстановление города, то есть домов, всех строений и улиц города. Но враг изгнан за стены. То же самое происходит в таинстве крещения. Если изначально, рождаясь, мы несем в себе вот этот внутренний источник зловредных страстей. Как бы тиран, то есть вот эта умная бесовская сила, некая умная сила сатаны, как говорил преподобный Макарий Великий, она восседает в уме и сердце каждого новорожденного. Он еще личных грехов не совершил. Ему как бы маленькому ребенку не в чем хается. Он не нарушил волю Божию сознательно. Но внутри себя несет как бы его город, порабощен вот этим тираном. В таинстве крещения происходит такая замена. Враг изгоняется из ума и сердца человека, а туда входит благодать, таинство крещения. Благодать постепенно восстанавливает. И с помощью свободной воли, разумно свободного существа, человек принял таинство крещения и старается жить по заповедям Божьим. Он укрепляется в вере, как бы восстанавливается его духовный град. Врагу дана возможность извне искушать. Как бы враг оказался за стенами этой крепостной стены, он еще имеет возможности нападать, но внутри уже господствует добрый, добрый царь, который помогает восстановлению города. Есть большая разница человека крещеного и некрещенного в таком ключе. Или внутри тебя злой тиран, который порабощает твою волю, и ты не можешь делать добро, даже если хочешь. Вспомню слова святого апостола Павла, который говорит, «Бедный я человек». Внутри себя вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Ибо то, что хочу делать доброго, не делаю, а то, что хочу делать доброе, а то, что злое, то, что не хочу делать, делаю. Бедный я человек. Внутри меня закон греха, противоборствующий закону ума моего. Это происходит с человеком до момента крещения. Благодать действует извне, а внутри господствует тирания сатаны. В момент же крещения изгоняется дьявол из сердца человека. Туда входит благодать Божия, человек становится новой тварью во Христе. Враг имеет возможность искушаться вне помыслами, различными соблазнами, следствия первородного греха, такие как тленность, болезненность при роже нашей, все вот эти сопутствующие немощи и телесная смерть остаются. Но человек уже обрел антологическое бессмертие. Почему? Что он стал новой тварью во Христе. У человека бессмертная душа. И уже телесная смерть для христианина, как у многих святых отцов церкви, минуется уже просто успением. Это уже временное разлучение бессмертной души, которая обрела, антологически обрела уже бессмертие по благодати. Временно душа разлучается с телом до всеобщего воскресения. Вот в чем сущность первородного греха по учению преподобного Макария Великого и других святых отцов церкви. Конечно, дорогие друзья, надо быть честным и откровенно сказать вам, что в рамках одной короткой беседы невозможно столь глубокую тему полностью осветить. Поэтому я рекомендую вам, кто действительно интересуется православной догматикой, таким важным вопросом, как учение о первородном грехе, потому что это тесно связано с нашим правильным пониманием таинства крещения и для понимания вообще всего домостроительства спасения. Для чего Господь пришел? Чтобы разрушить дела дьявола. Какие дела дьявола разрушить? Почему мы становимся новой тварью во Христе? Рекомендую вам одно из самых удачных изданных богословских произведений на русском языке. Это книга Протерея Вадима Леонова «Бог во плоти. О человеческой природе Господа Иисуса Христа», где как раз изложено святоотеческое учение о первородном грехе, о таинстве крещения и о том, какую человеческую природу воспринял Господь Иисус Христос в своем воплощении. Рекомендую вам такую книгу найти, ее почитать, если вы интересуетесь православной догматикой. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok